Друзья, ну мы продолжаем. Я просто хочу сказать, что эту программу я задумал очень давно по песням Клячкина. Я даже без преувеличения скажу, что в авторской песне это мой любимый автор. И мы постарались отнестись бережно, так сказать, к материалам, к первоисточникам. Я предлагал сделать совместную эту программу с Мерзояновым, Александром Мерзояновым и Галей Хомчик. И они даже согласились. Ну просто сейчас в конце мая они заняты, но я решил это не откладывать. Мы лучше вместе с ними повторим еще раз ту же самую программу, потому что Мерзоян очень много и очень здорово поет песни Евгения Клячкина. Ну и Галей Галя тоже, Галей Хомчик. Поэтому я думаю, что по осени мы повторим еще раз эту программу, уже так сказать, вместе с ними. Что-то она не играет, нет? О, вот сейчас она. Тоже очень знаковая песня. Я прямо-таки волнуюсь. Песня называется «Мокрый вальс». Сейчас мы подождем чуть-чуть. Игорь Хom royal. Игорь Хомчик. Как непрочные двери У страны доверия для того, Кто верит только в замки, Значит неизбежно гасит Нашу нежность, нашу нежность Тяжесть чьей-то руки. Что нас больше учит время Или случай вряд ли важно, Если даже поймешь. Но когда наставит сон, Страшнее яви в одиночью Под мерцающий дождь. Все надежды слышишь, Он тебе надышит. Дождь бессонный, Шелестящий в ночи Блеск оваций в зале Или губкосанье. Губкосанье можно в нем развлечить. И пока над нами голубое пламя, Неизвестной нас хранящей звезды, Будет, как и прежде, Сердце греть надежда У нас, а нас далеко от беды. Песня называется «Осенние дожди» Автор Юрий Висборг. Но мы не можем без нее сегодня обойтись, Но просто никак. Я решил, что мы ее спаем сегодня. Вот у Анатолия Анатольевича, Профессора консерватории, В руках опять любимый инструмент. Называется «Маракаса». Видно, нечего нам больше скрывать, Все нам вспомнится о страшном суде. Эта ночь бегла, как тот перевод, За которым исполнение надежды. Видно, прожитое, прожитое зря, Но не в этом, понимаешь ли, сон, Видишь, падают дожди октября, Видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, в плове печь, Мы гитару позовем со стены, Все, что было, мы не будем беречь, Ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, Все прошептанные клятвы в ночи, Каждый предан все, что мог, все, что мог, Мы немножечко о том помолчим. И луна взойдет, оплывший свечой, Скрипнет стабня на лету, на лету, Ах, как я тебя люблю горячо! Это годы не сотрут, не сотрут, Всех друзей мы позовем, позовем, Мы набьем картошкой старый лица, Просто люди, что за шум, что за гром, А мы ответим ничего, Просто так, а просто ничего нам больше скрывать. Все вспомнится на страшном суде, Эта ночь легла, как тот перевал, За которым исполнение надежды Видно прожитое, прожитое зря, Но не в этом, понимаешь ли сон, Видишь, падают дожди октября, Видишь, что и дом стоит средь лесов. Евгений Клячкин Евгений Клячкин тоже одна из его позднего периода Его творчества песня, Которую он написал уже, находясь за границей. Песня такая, парафраз, На известный отрывок из Николая Васильевича Гоголя Про птицу Тройку, из поэмы «Мёртвые души» Про птицу Тройку, про Россию. Песня так и называется «Тройка». Тройка скачет, тройка мчится, Зыбким кругом встали спицы, На лесу через страницу катит. Мы глядим из переплёта, Как мелькают те ворота, Где всегда за выход кто-то платит. А зачем лететь куда-то, Ведь и так печаль крылата, Да и много ли нам надо? Хватит. Есть во всём своя природа, Знать убой кого народа, Обгоняя мимоходом ветер. Нет обмана здесь нисколько, Улетает птица Тройка, Только мест на этой Тройке нету. Всё сбылось, и очень точно, Тройка в небе стала точкой, Мы остались в одиночку с веком. Наш удел давно известен, Чей земной, а чей небесный, Всё нам кажется, что честен случай. Ну уж если губы режут, Удела, как на манеже, Так зачем себя надеждой мучить? Толь давит, то хохочет, Под дугою колокольчик, Тройка скачет, куда хочет, куча. Толь давит, то хохочет, Под дугою колокольчик, Тройка скачет и не хочет, Скачет, скачет. Встанут новые рассветы, Но всегда правы поэты, Вот, пожалуй, всё, что это значит. Ну, я уже говорил о том, Что это ленинградские авторы, Раньше и в былые времена, и позже, Его всегда именно так и величали, Ленинградский автор. И когда он выступал уже в 94-м году, Вот, он всё равно говорил о городе Ленинграде. Вот, но это в его понимании Было связано именно с ленинградской блокадой, Потому что по-другому, Другим словом она не могла называться. Вот, и у нас есть одна песня, Песенка про Ленинград. Это очень любопытно. Это тоже одно из последних стихотворений Роберта Рождественского, А музыку он написал композитор Алексей Евсюков. Вот, и он нам подарил эту песню, Так сказать, для исполнения. Ну, и вот мы хотели бы её спеть В сегодняшней программе. Песня называется «Ленинградская погода». Это, повторю, это стихи Роберта Рождественского. Ну, да. Ленинградская погода дождит, Город тучами накрыт с головой, Мне советовали солнца дождись, Не дождался и прощаясь с него. О реке не до того, А река монотонно, необъятно, густа, И до чтительной её берега Поглушительна её простота. Дождь летит по непонятной кривой, У Невы и для дождей есть ответ. И становятся дождинки невой, Смысл её приобретает и цвет. Неподвижная вода разлеглась, Мокрый ветер, обжигающий скул, Возле самых ног Нева, Возле глаз, Возле сердца, Возле солнцев и берегу, Возле солнца по берегу, А реке не до того, А река монотонно, Необъятно, густа, И почтительной её берега, Огрушительная ее простота Дождь летит по непонятной кривой У невыки для дождей есть ответ И становятся дожди и неволь Смысл ее приобретает цвет Ленинградская погода дождит Город тучами покрыт с головой Мне советовали солнце дождись Не дождался, не прощаясь с Невой Не дождался, не прощаясь с Невой Не дождался Вот, у нас еще одна цыганочка Евгения Клячкина Но я очень бы хотел пригласить на сцену Елену Евгеньевну Дело в том, что с давних пор мы эту песню поем вдвоем И поэтому мне бы хотелось, чтобы Сегодняшний концерт не был исключением Рекомендую, друзья, Елена Баженова Золотой голос второго молния Сейчас, чтобы лучше видеть тебя Песня называется «Жестокая цыганочка» Очень жестокая Ой, загадали нам загадку Не сыскать названия Словно в сказке для порядка Дали три желания А как одно похоже Словно в омут с головой И мурашками по коже Под водою ледяной Ничего ни до, ни после Время года не узнать Может быть, еще не осень Но уж точно не весна Через страсть перешагнули И любовь нам не дана Поцелуи, словно пулы Заживают сердце нам И слова, как камни тодут Комната качается Начинается со стона Слонами качается Время картрет, поворонит И двор замрет в тишине Устником приговоренным В эту комнату спеши И конца нет Этим встречам Как и песни нет конца Вот опять спустился вечер Комната качается Комната качается Комната качается Аплодисменты 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 Она, конечно, русскою была, А я опять кем быть, тем и остался. Ух, эта ночь! Морочный коньяк, но вот портвейнам сильно отдавала. Нам дверь открыл японец-амбарцун, Швед Абдулла казался итальянцем, Подал вам грех с аретами изюм. Играли счёки Африки румянцам, Я снял для вас отдельный кабинет И заказал две порции сациви. Встала ли вы и вторил вам кларнет, Стол накрывал английский негр-гиви. Тебя француз шампанским угощал, Болтал и лил вино фужера мимо, Но лишь акцент немножечко смущал. И в ЖНМА родимой Украины, Так кто есть кто, точнее ху-ис-к-ху? Мой робкий взгляд повис немым вопросом, Суд черепашей принял за уху. Американца спутался с кемосом, Ты мне шептала, что-то на фарси. Болтею кайф торчу, ты мне шептала, Я понял всё и стал ловить такси. Игулка кровь в моих висках стучала, По-русски водку ты со мной пила. А зумы ели молча по-татарски, Спокойно по-английски ты легла, И я любил тебя по-итальянски. Ух, эта ночь, когда ты в номерах, Рыча от страсти бросилась на люстру, Но лишь виднелись снизу два бедра, Чисты, как правда, и круглы, как блюдца. Ох, эта ночь луна бегла на мыс, Я сожалел, что так с тобой набрался, Полез я за тобой на кипарис. Я так старался, ох, как я старался, Гавайский звон над морем плыл в ночи, Погорячился я с вином шампанским, Рыча от страсти я метал харчи. Как мне казалось по-американски, Вдали светились злачные места, Ты удралась киргизом, о мой Боже, Я понял, я не я, и ты не та. Люси и Люся не одно и то же, Французский паспорт весь мой испещарен, Хранит судьбы любовные моменты, Но вот досада, как не изощрён, Не избавляюсь я от элементов. Спасибо, ну и вот раз уж мы заговорили о сочинительстве самостоятельно, Вот споём ещё одну песню, которую написали мы, Это мои стихи, музыка Алексея Есенина, Песня называется «Птица Алая», песня о первой любви. Снова думаю о тебе, Птица Алая по воде, К романтической ерунде привыкаю. Сладких радостей горький вкус, Капля катится, я вернусь, То ли радость, а то ли грусть тихо тает. Сладких радостей горький вкус, Капля катится, я вернусь, В доле радость, а то ли грусть тихо тает. Ангел печется в голове, Туз, как львы, в твоей руке, Всё, что грезится вдалеке, Без обмана. Взгляд пронзительный и простой, Тихо спросит, шаг от жесток, Вальс собачий одной рукой на фанты пьяно. Взгляд пронзительный и простой, Тихо спросит, шаг от жесток, Вальс собачий одной рукой на фанты пьяно. Что случилось, скажи-ка, Что замкнуло беседу, Кто здесь не друг, и кто здесь друг, Тихо каюсь. Задохнулись все, ох да ау, Платья брошена, Тихо сигареткою в зеркалах отражаюсь. Мы сочиняем роман простой, Мысли грешные на постой, И по сердцу трамвай пустой, Тихо тает и львы. Мне бы снова себя начать, Хватит местную кровь качать, Помолчать бы и не кричать, Вдруг ухватит. В разговорах цветная слизь, И осиный башухлый лист, Птица морских куда-то ввысь Взмыла стая. Снова думаю о тебе, Птица алая по воде, Громантическая, где привыкала. Снова думаю о тебе, Свет расходится по воде, Славно крыльями по судьбе, Улетаю, улетаю, улетаю. Песня, которую многие из присутствующих знают, Это Евгений Кляшкин, посвящение ровесникам. Она называется «Моим ровесникам». Патрук. 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 Путин. Он спинд. Снову сказок. Нарочно принимали за туман Хоть годы шли спиралями друзей Не растеряли мы, зато теряли Теплые дома, уютные и зыбкие дома Девчонки наши катятся, одергивая планица На саночках, на саночках с горы И все идет, как водится, встречаются, расходятся Как маленькие пестрые миры Далекие, но теплые миры А нам грустить не хочется Что появилось отчество, а имя Лишь осталось для друзей И пусть таска кончается, но только не кончается И пусть бычок не падает на ней И пусть бычок не падает на ней И пусть бычок не падает на ней Ла-ла-е-ле, ла-ла-е-ле, ла-ла-ла-ла Друзья, ну в этой мажорной ноте мы планировали закончить программу, посвященную Евгению Глячкину Я просто хочу еще вам рассказать, что Я эту информацию специально выписал, вычитал Наследие, которое осталось от Клячкина, собственно говоря, в его изданиях Это вышло 4 издания В 1994, 1999, 2000, 2003 годах, уже после его смерти, сборники стихов Также на фирме «Мелодия» было 3 виниловых альбома И позже уже студия «Московские окна» выпустила три компакт-диска Которые называются «Моим ровесником», «Концы и начало» и «Лучшие песни» Евгения Клячкина Я очень рад, что мы провели сегодняшнюю программу Потому что это автор, который не заслуживает забвения, с моей точки зрения И будет неплохо, если мы о нем будем вспоминать Не только песни, которые порой люди просто поют, с удовольствием не знают авторов А вот именно этого человека Спасибо вам, что вы сегодня пришли А вы ничего больше не вспомните попозже Скажите, пожалуйста, когда вы планируете выступить в Настасиево? Александр Михайлович, я понимаю автор записки Я с удовольствием выступлю в любое время у Настасина, когда только будет дан сигнал на построение Так, все сейчас едем в Настасиево Ну давайте мы все-таки исполним еще песенку одну, которую... По заказу работников нелегкой промышленности За деньги Разумеется А знаки нет Мы с музыкантами Ну вот и опять застолье И в масляных пятнах плен Наследие времен застойны Последних счастливых лет Там водочки при впустины Там речи вождя смешны И жены еще не видны И сами мы не грешны И жены еще не видны И сами мы не грешны Плащеный пармен застойный Сварганит любой коктейль А я не с времен застойный Алжирского захотел Там вкус карамели взлетной Там дым, папирос, прибой И свитер прожжетый слетный И пух над верхней губой И свитер прожжетый слетный И пух над верхней губой Давайте же выпьем, братцы За этот горний приют Куда уже не добраться Где нас еще не поют Где хрипло дерзит высадский Погиб, подвинув плечом конвой И больно глядеть на солнце И летом всегда живой И больно глядеть на солнце И летом всегда живой И больно глядеть на солнце Где хрипло дерзит высадский Подвинув плечом конвой И больно глядеть на солнце И летом всегда живой И больно глядеть на солнце И летом всегда живой И холодно глядеть на солнце Друзья, я объявлю авторов предыдущей песни. Это наш друг, доктор, детский невропатолог Алексей Морозов сочинил стихи, а музыку написал Вадим Ищук. Вот такая получилась чудесная песенка, которая практически уже стала нашей любимой тоже в том числе. Еще одна песня, которую мы тоже записали в «Наши», называется она «Подражание Беранже». Автор ее Евгений Бачурин. Я куплю себе последние ботинки, заработаю на свой последний хлеб. Я в последний раз женимся на блондинке, а потом, чтоб я глох, а потом, чтоб я слеп, будем жить от вечеринки к вечеринке. А потом, чтоб я глоб, а потом, чтоб я слеп Будем жить от вечеринки к вечеринке Я в последний раз займу у друга денег В час получки вдруг застав его врасплох Он в последний раз мне скажет, ты без денег А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я глоб Мы продолжим воскресенье в понедельник А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я глоб Мы продолжим воскресенье в понедельник Нелегко тому, кто мнит себя кумиром Или к власти пробирается тайком А лучше просто быть случайным пассажиром А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я оглох Только выпившие в меру правят миром А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я оглох Только выпившие в меру правят миром Даже поздняя любовь меня не греет Только падает на голову, как снег Я в последний раз любви подставлю шею А потом, чтоб я оглох, а потом, чтоб я слеп Не устроили последний день помпеи А потом, чтоб я оглох, а потом, чтоб я слеп Не устроили последний день помпеи А когда меня настигнет час последний Отзвенит в душе пустой перепорог На меня костюм наденьте самый летний А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я глуп Поднимусь я, чтобы выбить по последней А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я вилок Поднимусь я, чтобы выбить по последней Если падает перо из рук поэта Оставляя по себе заметный след Значит, песенка моя недаром спета И значит, даже если я глуп, значит, даже если я слеп Много выбито, но слишком мало спета Я с удовольствием исполню эту песню Друзья, я ее тоже один исполнил Нет, ну просто я должен коллегам об этом сообщить А то они не в курсе, что сейчас будет Вот, да, в нашем сообществе имени Александра Михайловича Раймана Это популярная песня Это Юрий Висбор, называется она «Волейбол на Срединке» Женечка, ты подсказывай слова, ты будешь суфлёр Понятно, подсказывать некому А помнишь, друг, команду с нашего двора Послевоенный над верёвкой волейбол Пока для секции нам сетку не украл Четвёртый номер, коли зять известный лор А на подаче третий номер, Владик Коп Владелец страшного кирзового меча Который, если попадал кому-то в лоб То можно смертью становить тебе с врача Вот наш защитник номер пятый, Макс Шароль Который дикими прыжками знаменит А также тем, что он по алгебре король Но в этом двор его нисколько не вини Саид Гиреев, нашей дворничеки сын Торговец краденом и пламенный игрок Серёга Мухин, отпускающий усын И на распасе скромный автор этих строк Да, вот это наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужёсткие крепления Или радиолы во дворах А вот противник, он нахал и скандалист На игры носит он то бритва, то наган Здесь капитанствует известный террорист Сын осирийца, осириец Лев Уран Известный тем, что перед властью не дрожа Зверю-директору он партой угрожал И парту бросил он с шестого этажа Но, к сожалению, для школы не попал А вот и сходятся два танка, два ферзя Вот наша Эльба, встреча войск далёких стран Идёт походкой в армскую поля, зять Навстречу руки, руки, Лёвочка, Уран Вот тут как раз и начинается кино И подливает в это блюдо остроты Белого Танечка, глядясь, чая в окно Внутри районной тени чистой красоты Но что без драки, волейбол, так волейбол Ножи отставлены до встречи роговой И куля зять уже ужасный ставит кол Взлетев, как щадь, над верёвкой бельёй Да, и это наше поколение Рудивентом в нынешних мирах Словно полужёсткие крепления Или радиолы во дворах Мясный отдел, центральный рынок, дня конец И тридцать лет прошло, о боже, тридцать лет И говорит мне, а сириец, продавец Конечно, помню волейбол, но мяса нет Саид Гиреев, вот чудак, подсел слегка Потом опять, потом отбился от ребят А куля зять пошёл в десантные войска И там, по слухам, он вполне нашёл себя А Макс Шароль, опять защитник и герой Имеет личность он секретную и кров Он так усердствовал над бомбой гробовой Что стал член гор по фамилии Петров А Владик Коп подался в городок Сигней Где океан болит и выпивка с утра Где нет, конечно, ни саней, ни трудодней Но также нету ни кола и ни двора Что кол да бог с ним, не об этом разговор Я рад, коль Владик там поднакопил деньжат Но где найдёт он старый Сретенский наш двор Вот это жаль, вот это правда, очень жаль Ну что же, каждый выбрал веру и житьё Полсотни встреч у смерти выиграв подряд И лишь майор десантных войск ННЗДИО Лежит простреленный под городом Герат Отставить крики тихо с ретенками плачь Мы все одной с тобою связаны судьбой Те, кто был втянут в этот несерьёзный матч И кто повязан стал берёвкой бельевой И кто повязан стал берёвкой бельевой Да, уходит наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужёсткие крепления Или уйдёт до двора Спасибо, друзья! Ну, как вечер Евгения Омсина Клавный перерастает в вечер Юрия Визбора Давайте мы оставим Юрия Визбора на следующий раз Большое спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ